Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Городские новости. С вами Татьяна Ионкина. Ближайшие 10 минут о главных событиях понедельника и прошедших выходных. Смотрите в информационном выпуске. В Смоленском УТЦ пенсионеры осваивают компьютеры. Всемирный день ребенка в школе номер 2. Сообщение от пресс-службы УМВД. Дружеский турнир ветеранов футбола. А теперь об этих и других событиях подробнее. Смоленский учебно-тренировочный центр организовал курсы начальной компьютерной графики для неработающих пенсионеров. Подробности в нашем сюжете. Отдел социальной защиты Десногорска сформировал списки пенсионеров, которые хотят освоить компьютеры. Желающих набралось 70 человек. Специалисты УТЦ разработали обучающую программу на 16 часов, специально ориентированную на пожилых людей. В настоящее время обучение прошли 38 человек. Основные, самые главные вещи я успел рассказать. Конечно, это не знание, это начало знаний, но хотя бы систематизация их в какой-то степени, чтобы люди знали, от чего отталкиваться. Это их отправная точка в мире познания компьютера. Слушатели подтвердили, что такие курсы нужны, объема знаний достаточно, чтобы самим дальше свободно пользоваться компьютером и ориентироваться в интернет-пространстве. Теперь и оплату нам предлагают все через компьютер осуществлять, и записи на прием к врачу, и ряд других. Поэтому я считаю, что эти курсы нам очень полезны. Такое нужное, это да, нам все преподнесли. Мне очень даже понравилось. Все доступно и хорошо. В завершении обучения выпускники получили удостоверение, подтверждающие их компьютерную грамотность. Как сообщают сотрудники полиции, смоляне несерьезно относятся к пластиковым картам, на которых зачислены их сбережения. В Смоленской области произошли два случая, когда граждане после обналичивания лишились денег. Как выяснили сыщики, накануне пострадавшие просили помочь друга снять деньги. Уважаемые граждане, относитесь к пин-коду как к ключу от сейфа с вашими сбережениями. Нельзя его хранить рядом с картой. Не позволяйте никому использовать вашу пластиковую карту. Это все равно, что отдать свой кошелек мошенникам. А сейчас капитан полиции Романова расскажет о криминальной ситуации в Десногорске за прошедшую неделю. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 112 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них три сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 129 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 93. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержан один водитель. За распитие спиртных напитков, а также за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 11 человек. Защита прав ребенка в современной России относится к числу актуальных проблем, порожденных явным неблагополучием в положении несовершеннолетних детей, как в обществе, так и в семье. В Российской Федерации вопросы воспитания детей регламентируются прежде всего семейным кодексом, согласно которого ребенок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. Родители обязаны воспитывать своих детей и заботиться об их физическом, психическом, духовном и нравственном развитии и обучении. Неисполнение указанных обязанностей может привести к ухудшению здоровья, нарушению нормального психического развития и формирования личности ребенка. Поэтому родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законном порядке. По статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях, за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Также за неисполнение или недлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителям или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогам или другим работникам образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетними. Если это деяние совершено жестоким обращением с несовершеннолетним, предусмотрена уголовная ответственность по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. И еще, уважаемые десногорцы, напоминаем, что по Смоленской области ужесточены меры безопасности в связи с последними террористическими проявлениями. ОМВД по городу Десногорску обращается к вам с просьбой о повышении бдительности. Просит немедленно сообщать о подозрительных предметах, разыскиваемых лицах, оставленных в бесхозном автотранспорте или предметах, сумках, пакетах сообщать в отделение по телефону 739-37-728-36 или в дежурную часть 705-14 или 02. 20 ноября во Всемирный день детей в школе номер два состоялось ток-шоу «Толерантность. Искусство быть терпимым». В мероприятии приняли участие ученики старших классов, представители комитета образования Десногорска, социальные педагоги, психологи и учителя. Подобные ток-шоу очень важны для подростков. Они формируют в них точку зрения на проблемы современного общества, развивают их правовые знания. Школьники определились с понятием толерантность, с интересом дискутировали на темы уважения человеческого достоинства, отношения к ребятам другой национальности и расы и обсудили, как принимают в школьном коллективе сверстников с ограниченными возможностями. Мероприятие прошло в тёплой доброжелательной обстановке, а в завершении ток-шоу участники построили модель толерантного мира. А в Смоленске в культурно-выставочном центре имени Тенишевых прошла конгресс-выставка, в которой приняли участие учреждения среднего специального образования Смоленской области. Наш город представлял Десногорский энергетический колледж. В выставке приняли участие более 5000 человек. Программа включала в себя проведение мастер-классов, прохождение тестирования, индивидуальные консультации. Цель этих мероприятий – повысить уровень профессиональной ориентации среди студентов колледжей. А сейчас о событиях спортивной жизни в минувшую субботу. В физкультурно-оздоровительном комплексе Десна прошёл турнир по мини-футболу, посвящённый имени Виктора Солоненкова. Какие команды приняли в нём участие, вы узнаете из нашего следующего репортажа. В футбольном турнире приняли участие команды из городов Смоленск, Гагарин, Рослаль, Сафонова и Десногорск. Почему турнир был посвящён Виктору Солоненкову, мы узнали у самого футболиста. У нас такая традиция на Смоленщине. Кому исполняется 60, 50, 55 лет, тот проводит у себя дома турнир. Это по всей Смоленщине и практически каждый, у кого есть возможность, проводит такой турнир. Ну вот и мы решили в честь моего 60-летия. За продвижение футбола в Десногорске и в честь 60-летнего юбилея Виктор Алексеевич был отмечен комитетом по физической культуре, спорту и туризму нашего города благодарственным письмом, которое вручил ему Олег Прудников. Как нам рассказали ветераны футбола, такие турниры у нас в Смоленской области проходят ежемесячно и в любое время года. Зимой они организуются в зале, а в остальные сезоны – на футбольном поле. Мы играем в свое удовольствие, что дает общение, здоровье, вспоминаешь молодость. В этот день в дружеских футбольных матчах лидировала команда ветеранов из Рославля. На втором месте команда из «Смоленской искра», а на третьем – десногорская команда ветеран. А на чемпионате мира по самбо российская спортсменка Ольга Захарцова завоевала золото. Ольга – выпускница Рославской детской юношеской спортивной школы «Торпедо». Мастер спорта по самбо. Под руководством рославского тренера Александра Фролова она становилась чемпионкой России среди юниоров и серебряным призером чемпионата мира. Последние несколько лет Ольга живет и тренируется в Калининградской области. Новости от пресс-службы ГИБДД. В прошлые выходные сотрудники провели сплошные проверки на дорогах Смоленской области. Как показала практика, именно в эти дни водители чаще нарушают правила дорожного движения. Превышают скорость, садятся нетрезвыми за руль. Госавтоинспекция напоминает, что законодательством ужесточены меры наказания за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Теперь это приравнено к уголовному преступлению и наказывается штрафами от 200 тысяч рублей до лишения свободы сроком до трех лет. Уважаемые дисногорцы, если вам известны случаи грубых нарушений правил дорожного движения, позвоните в ГИБДД по телефону 72234. А сейчас о событиях культуры. 24 ноября в 19.00 Детский театр «Гном» приглашает на премьеру спектакля по пьесе Татьяны Василенко. Бабушки тоже были маленькими, который состоится в зале детской библиотеки. А теперь новости с атомной станции. 19 ноября энергоблок номер 2 Смоленской АЭС был выведен на номинальную мощность. В ремонте принимали участие две подрядные организации ОАО «ЦМ» и курский филиал ОАО «Некимт Атомстрой». Операции по замене предохранительных устройств и арматуры ДУ-800 они провели успешно и закончили с опережением графика на двое суток. Сейчас на Смоленской АЭС в работе все три энергоблока. 20 ноября депутаты Рословской районной думы переизбрали главу муниципального образования. Александр Иванов руководил районом с 91-го года. В возрасте 73-х лет он вышел на пенсию. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok